История эта, ну, очень старая. Рассказала мне бабушка, а случилось это с ее мамой, моей прабабушкой. Можно сказать, история эта стала семейной легендой. Несколько поколений точно на ней выросла. Наша семья тогда в Забайкале жила. Это было, ммм, даже год не скажу. Моя бабушка тогда еще маленькая была, лет десять, кажется. Она тогда самой старшей была, поэтому помогала по хозяйству именно она. Как-то они в лесу допоздна задержались. Грибы собирали, да веники на зиму, ну и еще прочие мелочи. И стемнело уже. Ладно, дочка, пойдем домой быстрее, веники не убегут никуда, сказала моя прабабка. Идут они, значит, идут, а дорога незнакомая совсем. В общем, заблудились. Вышли к какому-то озеру посреди леса, решили, что пойдут вдоль него. Тем временем совсем уже стемнело. Идут они потихоньку, и вдруг слышат звуки, будто кто-то в озере плещется. И смех такой звонкий разносится девочей. Жуть их такая взяла не то слово. А смех все громче и громче становится. Сказала тогда прабабушка, чтобы дочь ее на месте стояла, а сама пошла туда, откуда звук шел. Бабушка за дерево спряталась, стала ждать. Минут десять спустя ее мама вернулась. Точнее сказать, прибежала. Схватила бабушку за руку и потащила следом. Та даже спрашивать ничего не стала. По лицу прабабки было видно, что она была ужасно напугана. Не знаю уж, чуйка сработала или еще что. Но добежали они аккурат до деревни. Следующую неделю прабабушка была сама не своя. Молчала все больше. И, наконец, бабушка допыталась у нее. Я, дочка, помру скоро. Мамочка, ты чего, не говори так? А она не слышала, будто. Помнишь, мы из леса убежали? Так вот, тот смех в темноте, то русалки были. Покрывало похоронное мне стирали. Прабабушка рассказала, что на бережку сидели девки, будто прозрачные. Смеялись, да больше белое покрывало стирали. А увидев ее, заговорили. Иди сюда, милая, не бойся. Да не прячься ты, мы видим тебя. Вот сам он тебе стираем, пригодится скоро. Тогда она побежала, как сумасшедшая. Ровно через три месяца умерла прабабка. Тяжелая жизнь тогда выдалась у моей бабушки голодная. Ладно она, так еще и младшие. Все деревни помогали, как могли. И справились, пережили. И легенду ту не забыли. Покуда живем мы, будет жить и она.